хэй ребят всем привет сегодня у нас будет небольшой обзор нового геймпада от xbox ну и не просто обзор а скажем маленький гайдик о том как подключить его к пк мы его распакуем посмотрим что за новая ревизия что себя представляет лично я его взял для того чтобы порубиться microsoft flight simulator так как геймпады от playstation не совсем совместимы с компом они работают но все кнопки не всегда откликаются то есть откликаются но как-то программно они плохо срабатывают и нету такой четкой отработки то есть и говорят что от xbox это будет все гораздо круче он будет работать и проблем никаких не будет еще хочу сказать что у меня никогда не было xbox контроллера я его беру ну то есть я его впервые купил и соответственно сейчас будем испытывать новые впечатлениям я еще также хотел именно белого цвета потому что нет ни одного геймпада белого цвета ну чтож давай распакуем посмотрим что у нас внутри у нас я приготовил ножичек для этого делом ух ты смотри на из луки дэс здесь у нас вот такой вот классный язычок даже ножик нам не потребуется мы сможем абсолютно вообще не используя ножичек открыть наш геймпад вау красота так давай откроем посмотрим у симпотный кстати мне казалось что он гораздо больше по размерам но он небольшого размера давай вытащим посмотрим что у нас еще здесь идет в комплекте так две батарейки да он цели на батарейках но я видел что можно аккумулятор докупать и заряжать его так ну инструкции все дела геймпассы и все то есть вот это все что у нас идет батарейки и сам геймпад давай посмотрим что за геймпад и испытаем свои первые ощущения ну как я сказал мне казалось что он немножко больше будет по размерам на самом деле он не такой уж и большой курки приятные здесь классно то что сделано уже такая рельефная вся часть очень хорошо держится геймпад в руках и мне казалось что он гораздо больше по размерам а он не больше очень прикольные у него грибки вот эти вот они какие-то более выше чем у playstation 4 да они как-то больше выбирают это как-то более что ли удобнее как-то прикольный вот собственно говоря играю я на вот на playstation 4 в основном на нинтендо геймпаде родном который же иконами идет и иногда играю в playstation classic да у меня есть вот такой вот геймпад ну то есть это playstation classic или в комплекте 2 он совершенно выглядит как оригинальные все кнопки оригинальные то есть все как бы прям made in china конечно но типа японцы сделали вещи ну что ж давай вставим батареечки и подключим его я надеюсь что у меня проблем больше не возникнет за счет того что я купил microsoft of скую технику так скажем так как это у нас microsoft все разрабатывает я думаю что проблем с подключением к винде не будет вроде как говорят что нет таких проблем мы сейчас с тобой запустим и настроим подключим компу и настроим этот геймпад ну я думаю что мы еще и немножко поиграем давай запустим microsoft flight simulator после того как мы его настроим и немножко побегаем в киберпанк и так а теперь давайте подключим его компу для того чтобы подключить его и вообще запустить мы вот вставили батарейки зажимаем кнопку вот эту x очень прикольно светится красивая до кнопочка то есть вот сейчас запустился наш геймпад он работает в общем я ребята зажимая эту кнопку пока что логотип часто не мерцает она не с первого раза срабатывать 90 сработало но не получилось на камеру записать давай попробуем еще раз вот я зажимаю еще раз эту кнопочку о получилось супер далее затем мы нажимаем добавлять добавить новое устройство bluetooth открываем bluetooth смотрим вот собственно говоря у нас xbox контроллер нажимаем подключиться к нему все готово ваше устройство готово к использованию соответственно мы уже готовы работать показывает заряд обратите внимание сто процентов стать прикольно такого не было на ps4 ну что ж а теперь пора его затестить и почувствовать вообще как она все я одной камерой буду записывать как я держу геймпад играю в руке кстати вот эти кнопочки не нажимал звучат они прикольно как кнопки на моей клаве игровой а кстати смотрите даже вот это все работает прикольно уже винде все работает джойстиком ну и соответственно сейчас мы запустим flight simulator и пошпилим посмотрим как он теперь работает у нас вот симулятором в паре и обязательно запустим киберпанк и тоже пошпилим я надеюсь теперь у меня гейминг на компе будет супер крутой потому что ну честно говоря я думал что мне может не совсем понравится но этот геймпад но мне он зашел он прикольно визуально мне очень нравится и в руках он но я скажу что очень удобно как бы держать его приятно итак ребята как и обещал будем тестить наш крутой геймпад от xbox на flight simulator 2020 microsoft скидор свеженький симулятор да он у меня идет вроде бы как неплохо относительно на их высоких эффектах тянем потихонечку что сказать давай попробуем залететь мы в принципе готовы к полету такой вот у нас вид с аэропорта мы вылетаем с кипра и потестим немножко наш геймпад итак давай начнем начала мы уберем стояночный тормоз отлично клавиша срабат потому что когда на геймпаде xbox просят снять стояночный тормоз и пишут y-b то там dualshock выбирает всем другие клавиши для себя и ты короче нихрена не можешь сделать а тут все четко соответствует можно будет конечно в бродилочки иметь прикольно пробиться так стояночный тормоз мы сняли даем мощность двигателя где-то максимально побольше следим за управлением так сейчас секундочку немножко кривовато я начал взлетать но мы все же взлетим я надеюсь я не профессионал уже потихоньку пошли отлично ну что я могу сказать ребята в принципе смотрите плавненько приятно управлять убираем шасси нажимаем на грибок и ждем насколько я помню он должен их автоматически убрать шасси вот убираются шасси убраны да иногда нужно пользоваться клавиатурой тоже flight симулятор закрылки на f5 дальше чтобы установить закрылки в посадочное положение 8 но в посадочное положение это нам еще не скоро пока что мы набираем высоту и тестим наш новый геймпад геймпад работает офигенно мне пока все нравится давай наберем немножко высоты и попробуем его еще потестить пока что мы не сильно быстро набираем высоту я по-моему не особо прибавил мощности двигателя а немножко дадим жару вот так туда нужно ребята мышкой тоже пользоваться очень много прибор приборки там всяких кнопок всего остального как мышку берем ну как то так видишь у нас видишь вид можно менять все офигенно работает откликается идеально летим над кипром погодка хорошая давай поближе к водичке повернем вот это весь симулятор ребята не часто играю если честно все никак нет времени хочется конечно совершить какой-то дальний полет так вот нас предупреждает что превышение воздушной скорости превыше меньше десяти футов 250 узлов у нас двести восемьдесят узлов давай на 10000 взлетим повыше ох как задрали на саре жестим прям и приближаемся графон здесь офигенный конечно ребят просто фантастически полная детализация всей карты то есть по всему миру там можно любую точку пролететь потому что это все как я понял со спутников отсканировано вроде как ну а в так принципе поведение геймпада и хорошая вот повеляем смотри как хвостиком а это извиняюсь закрылки закрылки нам не надо давай мы их такое положение установим чтобы мы могли так воздушная скорость выше 138 смотри вот такой флаг типа на турцию похоже так вот приближаемся к морю отлично отрабатывает геймпад особенно будет интересен тем кто никогда не имел такого геймпада иксбоксовского и первый раз тестит мне пока все нравится все на высоте я доволен покупкой я думаю что я буду играть еще в какие-то прикольные бродилочки на пока и довольствоваться пользованием очень высоко мы взлетели я заговорился рачить сбросим он он тут кричит робот что чувак все плохо выгона дай не задать бросим вот так до 16 тут уже видишь пошел не просто обзор геймпада какой-то обзор flight симулятор небольшой ну так она интереснее я думаю не знаю для вас по крайней мере не просто обзор но еще и какое-то небольшое прохождение но не прохождение там gaming gaming более это сейчас актуалочка думаю это интересная у нас симулятор который всем бы хотелось попробовать играть кстати ребята кому интересно пишите в комментариях я знаю способ метод как сделать так чтобы запустился собственно говоря microsoft симуляторы потратил не один день на это и так ребята теперь давай попробуем поиграть киберпанк 2077 на нашем новом геймпаде ки тут прошу извинить меня что microsoft симуляторе что здесь я не заморачивался особо с настройками какая здесь графика честно говоря не заморачивался так как мы тестим наш геймпад по моему тоже высокие степки бир и банки но они там детализация не супер высокая работают уж там есть кроме высокая графона есть еще и детализация которую мы если вы выкрутить на максималку то там мне кажется и 28 я захлебнется у меня кстати здесь 8 сет а вы здесь вместо gtx здесь 7 состоит 8 гиговая на ноуте mci ну тянет неплохо вот давай посмотрим как вообще у нас будет работать наш геймпад неплохо откликается лишь оптимальная графика вроде выставилась так вроде фпс не проседает можно бегать постреляем чуть я бы дал немножко сейчас секунду дал бы немножко ребят знаете что сенсивити увеличил бы немножко все окей так вот о вообще стал вообще стал вообще очень шустро можно вообще прям вильнуть как в батле в battlefield я настраивал очень высокую чувствительность что можно было по резко развернуться и убежать ну что могу сказать ребята неплохо очень неплохо нужно привыкнуть немножко просто на геймпад играю но не сильно часто в бородилке рублюсь вот поэтому здесь что-то нужно сделать выполнить какую-то задачу надо разобраться в общем найти чемодан с болтом какой-то вот здесь какой-то выход тут надо чемодан с болтом взять ну в принципе ребята отрабатывает классно курки приятные хороший запас то есть имеется ввиду не запаса шаг до такой классный прицел выстрел поэтому я думаю что вам понравится покупка если вы купите такой не пожалеете думаю многие геймеры уже обзавелись давненько это я все никак не решился вот в общем я доволен теперь мне есть на чем гаммать в пока игры поэтому ставь лайк подписывайся на канал как то так